Городские власти Глава администрации Мурманска Евгений Никора принял участие во встрече представителя арктических городов. Во время онлайн-конференции участники поделились опытом борьбы с COVID-19. Международная повестка, в том числе та, в которой участвует город-герой, она в последние месяцы, к сожалению, не сильно меняется. Основное то, что беспокоит мэров городов Арктики, это то, как администрации муниципальных образований в арктических регионах всего мира реагируют на пандемию, на вторую волну пандемии, на последствия пандемии. Какие новые формы государственного управления мы используем в период пандемии. В работе приняли участие главы городов России, Норвегии, Исландии, Канады, Финляндии и Швеции. Как отметил Евгений Никора, разработанный ранее ряд социальных мер для смягчения последствий пандемии не теряет актуальности. Привод государственных сервисов в дистанционный режим, контроль соблюдения масочного режима, поддержка малого и среднего бизнеса, дезинфекция общественных пространств, общественного транспорта, обеспечение безопасных условий образовательной деятельности. Но текущую работу, несмотря на пандемию, никто не отменял. Глава администрации встретился с жителями домов номер 53-59 на улице Баумана. Евгений Никора выслушал пожелания северян, касающихся ремонта двора, которые запланированы на следующий год. Мы увидели, что необходимо пересмотреть наполнение детской площадки. Люди хотят увеличить площадь тартанового покрытия. Расширяем мы, есть такая возможность, площадь автостоянки. Увеличиваем количество парковочных мест и внутри двора, и снаружи двора. Помимо этого, модернизация коснется лестниц, будет скорректирована зеленая зона территории. В целом же во дворе проведут ремонт проезжей части и пешеходных дорожек. Установят ограждения и заменят на новые приборы наружного освещения. Таких изменений жители ждут с нетерпением. Я вижу в их глазах надежду на то, что наконец-то двор приобретет тот вид, который они хотят. Поэтому мне кажется, что они будут довольны, когда мы им результат предъявим в следующую осень. Всего же в следующем году в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды запланировано отремонтировать 21 двор. Подъезд на улице Аскольдовцев отремонтировали по просьбе Натальи Дмитриевны Никуваевой, ветерана Великой Отечественной войны. Такой подарок ей подготовили к 75-летию Великой Победы. Когда я приезжал к Наталье Дмитриевне Никуваеву, ветерану, вручать памятную медаль по поручению Андрея Дмитриевна Чибица, я спросил Наталье Дмитриевне, чем помочь. Думал, что будет длинный список. Список был очень короткий. Наталья Дмитриевна единственное, что попросила, это отремонтировать подъезд. И город, администрация города, правительство области попросили настоятельно управляющую компанию все-таки изыскать средства и отремонтировать подъезд. Теперь в подъезде оштукатурены потолки и покрашены стены. Из новых почтовых ящиков приятно доставать свежую корреспонденцию. Подруга и помощница Наталья Дмитриевна нарадоваться не может таким приятным изменениям. Большое вам спасибо, потому что очень светло, очень хорошо стало, в подъезде приятно, конечно. Живем здесь 50 лет. По словам ветеранов, в подъезде не было ремонта больше 30 лет, поэтому обновление стало подарком для всех жителей дома. Двор на улице Зоя Космоденянская ремонтировали все лето. Здесь провели масштабные работы, полностью заменили асфальтобетонное покрытие, дорог и тротуаров, бортовой камень. Также отремонтированы входные группы подъездов и обустроена новая автостоянка с увеличенным количеством мест. Однако, несмотря на это, некоторые автомобилисты продолжают парковаться на пешеходной зоне, что, конечно, не нравится многим жителям. У нас бордюрный камень, дворовой бордюрный камень, подчеркну, 15 сантиметров. На 15 сантиметров многие автомобили заехать могут, и они пользуются этим правом. При этом парковка на тротуарах – это нарушение правил дорожного движения. Жители, естественно, просят нас, делайте бордюрный камень не 15-30 сантиметров. Но мы не можем это сделать, это нарушение ГОСТа. Пообщавшись с представителями управляющей компании, Евгений Никора порекомендовал мурманчанам на общем собрании и обсудите возможность установки у подвездов дополнительных ограждений, например, столбиков или округлых бетонных блоков. Еще одна, по мнению жильцов, проблема – новая детская площадка. Она красивая и современная, но родителей смущает горка, которая, как они думают, установлена слишком близко к забору. Мы проверили все нормы по нормам. Забор от горки должен быть установлен 2 метра 15 сантиметров, в данном случае установлено 2,40. В принципе, опасения не вызывает. Но сегодня мы с управляющей организацией еще раз поговорили. Если такой факт, не дай бог, случится, то мы либо совместно, либо он сам придет и это все дело исправим. В остальном капитальный ремонт двора, можно сказать, удался, считают представители комиссии. Несмотря на небольшую задержку по срокам, все работы завершены. Не успели маленькие северяне поиграть на новой площадке во дворе домов 27-33 по улице Капитана Копытова, как ее сломали. От рук вандалов пострадала детская горка. Проломить вот такое покрытие, толщина которого почти 10 миллиметров, это, конечно, нужно постараться. И самое главное, что это крайние условия безопасности. Даже страшно представить, что будет, если ребенок попробует прокатиться на этой горке. Людям, которые это сделали, должно быть очень совестным, потому что они портят жизнь детям, которые в этом дворе живут. Мы для них старались, мы для них это делали, а на этой горке уже нельзя кататься, пока мы не поменяем все. Новую секцию, конечно, уже заказали, но осадок остался. И этот случай не первый. Буквально несколько недель назад хулиганы за одну ночь испортили все тренажеры и качели для детей-инвалидов в зоне отдыха на Копытово. Чтобы своевременно устранять такие поломки, а также следить за состоянием новых объектов после сдачи, на площадке приезжает комиссия во главе с депутатами и главами города. Где-то примерно в мае-июне месяце мы сюда вернемся, все посмотрим, как она содержится, как у нас перезимовал асфальт здесь. Здесь, естественно, вся детская площадка, все это осмотрим. Территории, на которых будет проводиться ремонт, выбирают сами мурманчане. Двор на улице Копытово не стал исключением. Все работы здесь выполнены с согласия жильцов. По их инициативе на территории помимо детской площадки обустроили автомобильные стоянки, установили ограждения и новые опоры наружного освещения. Жители нашли золотую середину и баланс интересов. Мы говорим о родителях с детьми, где нужно проводить время детям, и, соответственно, автолюбителей наших, где необходимо оставить транспортные средства. Больше всего жители Мурманска любят гулять в парках возле водоемов и городских фонтанов. Такой вывод можно сделать, проанализировав число посетителей зоны отдыха, расположенной на побережье Семеновского озера. А ведь еще недавно здесь не было ни набережной, ни прогулочных дорожек, ни смотровых площадок. Территорию украшали только кустарники и покосившиеся ограждения. Я вот очень удовлетворена тем, что сегодня увидела. Во-первых, это эстетично, красиво. У нас есть потребность, у мурманчан, набережной нашего залива Кольского. И это все такой долгосрочный проект, будет она когда-то, не будет. Так вот, эта прогулочная зона, мне кажется, она каким-то образом компенсирует недостаток вот этой набережной. Когда можно прогуляться, посмотреть на это озеро, посмотреть на природу. Еще одним украшением набережной станет искусственный рельеф, строительство которого должно завершиться до конца месяца. На крыше сооружения находится смотровая площадка, с которой можно полюбоваться на Семеновское озеро. Внизу кафе, чтобы согреться и перекусить после долгой прогулки. В здании будут и туалеты. Все это спроектировано и построено с учетом потребностей маломобильных северян. Это очень ожидаемый объект, очень знаковый объект. И он нам очень нужен для того, чтобы мы в первый этап его приняли. И уже дальше пошли вводить в эксплуатацию и кафе, как говорил Андрей Иванович, и прокат. Чтобы действительно к лету мы получили готовый, хороший объект, который, наверное, будет любимым мурманчанами. Любители активного отдыха порадуют возможность взять в спортивный инвентарь прокативцы по оборудованным дорожкам. Летом это могут быть велосипеды, а зимой лыжи и коньки. Для этих целей в здании, расположенном аккуратно за остановкой улицы Гагарина, будет работать пункт проката. Теперь в планах создание нового домика моржей. Те, кто хотят традиционно погружаться в воды Семеновского озера, будут использовать старый домик моржей. Те, кто хотят, так скажем, улучшить сервис в новом, где будет, по нашему предположению, новый домик моржей располагаться, это вот чуть-чуть ниже памятника мужества и стойкости. Искусственный рельеф будет не только радовать глаз, но и ограждать зону отдыха от шумного проспекта, строительства комплекса, финальный этап реконструкции набережной Семеновского озера. Из-за пандемии в жизни каждого человека произошли кардинальные изменения. Для многих людей волонтеры стали единственными помощниками в доставке еды, воды, лекарств и прочих необходимых вещей. Такая поддержка оказалась особенно важна для пожилых, мимо мобильных групп граждан. Вот представьте, если бы эти пожилые люди пришли в магазины, пришли в сферу обслуживания, безусловно, просто многих бы из них потеряли, просто их не было бы сейчас живых. Понятно, что им нужна помощь, нужна помощь, чтобы сходить в аптеку, купить лекарств, нужна помощь, чтобы принести продукты. И очень приятно, что сразу же нашлись люди, и много нашлось людей, которые помогали после работы, до работы, после учебы. Волонтеры акции «Мы вместе» начали работу в марте 2020 года и до сих пор трудятся, отвечая на все заявки нуждающихся в их помощи мурманчан. Бескорыстный труд активистов отметили грамотами и памятными медалями президента России. Но главная награда – улыбки благодарных северян. Было просто приятно наблюдать за тем, как люди в возрасте довольны тем, что им помогли. Это, наверное, самое главное. Потому что ты приходишь, ты приносишь, вроде кажется, что ничего особенного, ты приносишь продукты и лекарства, но ты увидишь улыбку на лицах этих людей, и это самое дорогое. Пандемия снова набирает обороты, опасность заразиться коронавирусом у людей в возрасте старше 65 лет растет, поэтому волонтерское движение продолжает свою работу. За время пандемии стало ясно, насколько важно быть сплоченными и сколько можно сделать, помочь, спасти, выручить, если объединиться всем вместе. С своими добрыми делами волонтеры показали, что даже в такое непростое время всегда найдется место для подвига. Субтитры создавал DimaTorzok